А что у вас случилось? За что они вас остановили? Здравствуйте. Все в порядке. Может вам помощь нужна? А что у вас так много? Что вы водитель такое нарушил? А что вы хоть нарушили? Все в порядке. Дело в том, что уважаемые люди, ну или неуважаемые, я не знаю. О, второе мне больше нравится. Не определился. Меня остановили якобы за нарушение правил дорожного. А то вы меня так толкаете, и чуть-чуть, я что-то близко не подходил. А я с человека могу пообщаться или мне это запрещено? Еще раз. Я могу? А я могу пообщаться с человеком? Ну я общаюсь, вы подошли, общайтесь с терью вы. А человек может не хочет с вами обещаться? Ну можете уехать. Мы нормально, он говорит, все в порядке, мы общаемся. Ну мало ли сейчас все в порядке. Да не, Борисович, что нормально, объясните, пожалуйста. Пока да, понимаете. Я объясню человеку, в чем проблема. Мы разговариваем, мы можем разговаривать? Якобы за нарушение правил дорожного. А что вы конкретно нарушили? Там же же конкретика. До этого пока не дошло. Я задал простой вопрос. А вы кто? Подошла красивая девушка, ну мне нравится, красивая. Вот это? Я сотрудник полиции. Я говорю, а предоставьте, пожалуйста, ко мне служебное удостоверение. Именно служебное нужно? Да, не служебное. Не ID-карту? А девушка говорит, да, ну снимать не дам тут, ну вот тут. А что такое было? Дальше очень интересно. У меня есть видео, я покажу. В видео, да. Да, ну не вопрос. Я звонил 102. Прошу приехать в группу, которая бы, ну... А вам нужно вообще слиться на оперативную группу? А как-то повнеяло, да? Почему? Девушка к тому же отказалась вынуть удостоверение. Дальше звонит мне некто Максим, И говорит, что никто к вам не поедет, потому что у вас там есть сотрудники полиции. Я говорю, что нет сотрудников полиции. В итоге другой человек Андреев, который стоит милый человек, показывает свое удостоверение. Я в нем вижу вдруг надпись. По свитчине. Специальный житок. Я показываю ему и девушке. Поставление кабинета министра. Да, мы это знаем тоже. Я же не знаю, кто друг вы не знаете. И показываю, что к нему есть... Справа от вас, это просто адвокат, если что, находится. Очень приятно. Я показываю им, что к постановлению есть додаток. Да, мы это тоже знаем. Вот так должно выглядеть постановление кабинета. У них на данный момент сейчас ID-карты. Да. Они говорят, что у нас что есть, что есть. А вы порушили правила дорожного движения. Я пытаюсь дальше пройти. Сказать, что я не могу порушить правила дорожного движения в принципе. Ну да. Потому что правила дорожного движения затверждены кабинетом министра Украины. Постановой 1306. От 2001 года, по-моему, 1-го, 10-го. Я не помню, кто там. Проверяем. Мои правила дорожного движения. Так вот. Есть такой пункт 10 ст. 47 закона о кабинете министров, в котором четко обозначен, что юридическим лицом кабинета министров регистрируется секретариат кабинета министров. Я показываю, уважаемым господам, ответ на адвокатский запрос, в котором по состоянию на 2020 год четко указано, что кабинета министра у нас не существует. Он не зарегистрировал. Поэтому, кто утвердил правила, и как можно им следовать, мне непонятно. Вот, ну, да, непонятно. Они тоже непонятны. Я говорю, уважаемые господа, даже если бы был кабинет министров, даже если бы у нас были правила, даже если бы у вас были эти удостоверения правильные, да? Службовья посвящены. То я задаю вопрос, вы сотрудники полиции, что вы меня остановили? А мы тут в рамках, я вам показываю, вот закон о полиции, да? В части статья 2 гласит, что завданян полиции, гена Даня... Давайте мы отойдем, вы пока поговорите. Гена Даня полицейских гостей. Вы уже разговаривали об этом, мы все это знаем. Вы не знаете, надо... Не, я не знаю, я только вот ютуба насмотрелся, вот это хожу, вот это там с камерой. Так вот, рассказывайте, Геннадий Борисович, на данях полицейских послуг... Что случилось, а мы отойдем пока... Я не нашел нигде дефиницию термина полицейские послуги. Ее не существует, ну не нашел. Но я нашел понятие просто послуги. В законе о защите прав потребителей, пункт 17 статьи 1, в котором четко обозначено, что потребителем услуг может быть их заказчик. Я их не заказывал. Второй вопрос. В части 2 статьи 39 Хозяйственного кодекса четко указано, что государство обеспечивает и дает возможность свободного выбора поставщика товаров и услуг. Повторяю, я их не заказывал, вот этих. Я хочу других. Ну, этих не хочу. Ладно, давайте их быстро сейчас будем разносить и... Командир роты тоже такой противный. Чего? Нормально. Противный. У него одни дебилы в роте. Это я расскажу больше. Как-то я меня задержал инспектор... Ну, тут есть два дебила. Один слезорук, а другой... Приезжает командир роты, а собралось 4 экипажа. Уцеляк. Одни считают, что я нетрезвый. Ну, это они могут. Привезли трука. Ну, драйгер. Ой, нет, да, драйгер. Извините, я, ну, трука, вода отдельная история. Потом выездила, что к трукаму нету муштуков. Приехал командир роты, привез муштуки. Ну, собрали людей, дыши. Я выдохнул. Ну, смеется, я говорю, Миша, ну, что ты творишь? Ну, ну, командир роты, ну, вон. Нашел командир роты, говорит, ну, что делать? Ну, одни толпы, ну, не с кем работать. Ну, мы это закупаем. Говорит, командир роты, ну. Я говорю, ты так можно... Ладно, а кто вас останавливал? Девушка. А можете представиться? Евгения Александровна. Ну, мы узнаем сейчас, нищета. Кто-то знает, вы же есть виды. Нищета Евгения. Та она не толкается. Ну, что-то у тебя за привычка толкаться. Нищета Евгения Александровна. Можно ваше лицо увидеть? Не, лицо без масла. На расстоянии я отойду. Чего нельзя? А чего нельзя? А что, у нас первый бат сегодня расслабленный или что? Это лично множество, да. В главном управлении. Поэтому я рекомендую всем сегодня поехать на Швиченко 315. И написать рапорт. Дорогая Альона Альеговна. Ну, стрижак. Стрижак, я имею ввиду, правильно, да? Не могли бы вы прояснить? А то какой-то полуумный человек в лице меня говорит, что это не удостоверение. Ну, помнится, когда еще была патрульная служба, мы выехали там на одно воспроизведение, ну, была Оксана, как ее, ну, первый наш начальник патрульки. Патрульки. А собралась три патрульки, она была перекрывать движение, ну, делать эксперимент в ДТПшке. Все стоят молодые инспектора ваши, да? Я говорю, ребята, ну, мы общаемся без условностей и нарушений. Вот тут такой, этот, говорит, какого-то ферню, типа, вот, ну, человек, ну, говорит, что удостоверение не так, да, не может быть, достает свое удостоверение. На, посмотри. Вот, смотри, вот, служба, да? Ну, знаешь, так надо. Ну, грохнули, а собралась всегда? Ну, грохнули в силы. Ну, начальник полиции говорит, что так надо, Ну, что мы можем от них хотеть? Вот как мы можем от них что-то требовать? Шли, шли, шли. Если начальник не понимает, что надо делать. Ну, вот. Сам прикол, что их рота нарушает ПДД. Да. Ихнее руководство покрывает. Вот даже командир роты покрывает своих подчиненных. Но при этом пытается привлечь других водителей к ответственности. Правда? Нет, командир роты не пытался. Правда? Только приехал. Что нет? Не правильно. Ну, ты вспомни нашу первую стычку, как ты начал покрывать гусей своих. Каких? Именно гусей. Какие гуси? Гусей, которые у тебя в роте находятся. У тебя одни гуси находятся. Это я тебе в лицо говорю. Были бы нормальные у тебя ребята, вообще другой я подел. Вернее, другой бы разовор бы. Что ты меня понял? Ну, ничего. Ну, о чем разовор? Ну, о чем разовор? Я тебе говорю. Мы с тобой 10 раз уже встречались, ты меня на 11 вспоминаешь. А то, что ты не можешь за свои слова отвечать. Если я сказал, я сделал. Ну, если я не могу за свои слова. Понимаешь, если ты сказал, что их не бог будет. Ты где я не ответил? Да даже возьми слезу рука этого гандона. Что? Ну, чем все закончилось? По поводу чего? Чем закончилось? Когда девушка на мать и за этот ублюдок привлек. Ты что мне сказал? Мы снесем ее через управление. Потому что нет доказательств по его воскресеньям. Постановление, которое этот ушлепок вынес. Постановление. Первое, наш с тобой нормальный разговор. Нормальный. Я тебе сказал, напишите жалобу. На отмену постановки. Ты как командир должен был хотя бы повлиять, посмотреть. Есть нарушения, нет нарушений. Ты думаешь, что я с ним не пообщался на этом? С большим уважением, спасибо. С кем? Со слишком ротой. Ты нормально все? Я нормально. Если бы ты с ним пообщался, то не было бы 50 лет СССР, где он дебил не мог нормально рассмотреть дело. Не было других ситуаций, понимаешь? Вот это ты пообщался. А когда он жвачку, ты ему скажи, чтобы жвачку больше не жевал. Это чисто просьба народа. Понимаешь? Если тебе похеру, это твой сотрудник ему... Что значит? Ну похер. Мне кажется, что тебе как командиру ктофер. Понимаешь? Через следующем. Когда тормозит руки на руки... Ты же пойми, что оно же не может быть все постоянно. Понимаешь? Когда ты в форме имеешь право, не тыканье. Не может. Ты не... Вернее, человек в форме не может постоянно прикрываться формой. А у него так и получается. Так как и у всех. Как и у всех. Понимаешь? Ну что я не... Я не пойму очень. Я тебе объясняю. Когда я говорю, что человек нарушил... Послушай. Слесоруб нарушил знак 3-3-4. Я прикрылся в поле. Я не за тебя говорю. Я в общем беру полицию. Как и все. Как и все полицейские. Как и все. Я за слесорубка говорю. Так ты же говоришь, как и все. Я за слесорубка говорю. Так за слесорубка или за все? Все, кто носит одну и ту же форму, превышают служебные полномочия. Я утратил все в диалог. Какой хоть диалог? Ну, ты говоришь все, а потом нет. Я за слесорубка. Не пойму. Да я тебе пример слесорубка. Послушай, я тебе пример слесорубка ставлю, который нарушил знак 3-3-4. Его покрывают. Его конкретно покрывают. Понимаешь? Потому что, блядь, видео нет. А я теперь буду за это цепляться. Я за это буду цепляться. Ваше право. Да не наше право. Я тебе просто говорю, как должно быть. Понимаешь? А что человек нарушил? Есть, ну, там... Ну, якобы есть, я не знаю. Потом с вами, потом, если хотите. То есть вопросов нет. Нет, мы нормально общались, разговаривали непосредственно с Генадием Борисовичем. Да ну, вас много раз. Сколько? Ну, 8 тысяч рублей. Шестеро. С вами, наверное, шестеро уже. Шестеро человек. Так кого он вызвал? Вы должны были помочь против мусоров. Ну, вообще, я сказал, что я пока справлюсь. Я пока справлюсь. Пока вы меня не бьете, не нужна. Да, да, да. А если начнете, ну, я... Улыбается, а чего я думаю? Я думаю, что справлюсь. Ну, это же не американский полицейский. Да, ну. В смысле вы не американский полицейский? Да что ты мне расскажешь, что вы не американский? По-клещи, 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 по-клещи. У меня случилось? Да то, что вас бац задроченный, вот и все. Это я вам в лицо говорю. Ну, если вас что-то раздражает, я тут... Да раздражает, что вы именно настолько охерели, что просто. Я же не кричу, я нормально слышу. Да я хочу... Да один хер кричишь, нормально разговариваю. Да что вы еще нормально слышите, правильно? Вот она тебе говорит, да не слушай его. А чего я поговорю с тобой столько, сколько надо? Да вообще вопрос. Не надо просто и все. Чего нельзя? Да зачем? Чего нельзя? Да вам похер. Не нарушал, говорит, право дорожного движения. Естественно. Я же объясню, что их нет. Я не могу их нарушить, то чего нет. Ну я его поддерживаю. Как нарушить то, чего нет? Ну вот. Он не нарушал, у вас даже доказил нет. А что вы приехали? Причем по части второй... Что мы приехали? А мы просто мимо едем и видим, где мусора стоит, мы всегда подъезжаем к людям. Мусора в мусорке лежат. Ну это вы же понимаете. Так, я понимаю, это так. Если хотите о чем-то говорить, спросите. Спрашивайте, пожалуйста, зачем вы употребляете такие термины, которые мне непонятны. Мусора там. Для этого есть википедия, туда можно загуглить. Там в принципе все написано. Надо с этим ознакомиться. Я думаю, будет более... Я знакомился, я просто до вашего ведома доволен. Вы же умеете нормально общаться на самом деле. Да, с нормальными я, конечно, я вообще самый культурный. А я с нормальными общаюсь? Ну ты нормально в тот раз меня долгнул. Я с толкнул. Отойдите, вы кто такой? Ну если я прохожу, я прошу, отойдите, пожалуйста. Это непонятное требование моё. Ещё раз говорю. Давайте я вас познакомлюсь. Я вас познакомлюсь тоже. Я их не трогал. Да, вся рота. Есть два дебила. Из-за двух дебилов вся рота получается. Да, но это так практика показала. Это так практика показала. Но я объясняю практику. Ну вот даже пример третьего батальона, третьей роты. Там тоже общались с тальчанами. Этому поводу, с курсом, с обществом. И что? И что? Ну что Олег сказал? Я даже не знаю, о каком вы Олеге речь ведёте. Я не знаю никого. Ты знаешь. Я не знаю, о ком вы речь ведёте. Ну он героический. Нормально. Мы же ненормальные полицейские. С водителем Ошаренко разговаривали, вопросов нет. Есть какие-то пытания. Он был полицейским ранен. Не хочу просто... Я... Да. Я поехал к Олегу. Георгий Порисович, делай телефон. Телефон. Фирма Еврофон. А тут офис организовался. Нормальный. Понимаешь, я говорю, я обещал командиру Орока не жаловаться. Я не буду. Ну, жаловаться. Да? Только убери его. Он контуженный. Ну реально. У него оружие. Бумажку перекладывать. Ну убери его. Ну автохозяйство. Он ходит, что вагбаум открывает. А мыть машину надо? Я говорю, не надо увольнять. Все героические, контуженные. Ну, 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 ну. Немножко привык. Не надо его... Полно мучение. Знаешь, что мне сказалось? Вот видеокамера. Я вас записываю. А вам что, адвокаты нужны? Зачем вам адвокаты? Вы уж вполне подкованные все. Все полицейские. У вас же управление есть целое, департамент. Вы же все подкованные. Ну, визитки с собой. Нету визитки. Друзья, ну, в общем, как-то так остановили полицейские адвоката... Геннадия Борисовича. И хотели ему вменить красный свет. Нарушение права дорожного движения, которые утверждены кабинетом министров, который не утвержден, свидетельств, на которого нет юридического лица. Ну, все это все знают. Ну, как-то так происходит. Поэтому, если вам нужна помощь, Алексей Михайлович всегда на связи. И наши коллеги-адвокаты тоже на связи. Чем сможем, тем поможем. И, друзья, в первую очередь, когда вас останавливают полицейские, никогда в жизни не показывайте документы под любым предлогом. Дальше. Вы переходите по ссылочке в надзор Харьков. Присоединяетесь к нашей группе. Там у нас есть коллеги-адвокаты, которые всегда тоже на связи. И, по возможности, мы конкретно с Алексеем Михайловичем, мы всегда в городе. Если у нас не получается, у нас есть коллеги, которые приедут, помогут. Поэтому долго разговаривать не будем. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, а мы погнали дальше. Все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok